С вами Лена из Кипема. 29 июня 2021 года. Льет просто стеной. Вот такие вот у нас дожди. Это у меня плиточка, а это у меня кондиционер. Хочу обратиться к вам с вопросом, насколько вы разбираетесь в физике. Я тут зашла на канал одних товарищей, и они такие, нам кондиционер во время сезона дождей не особо помогает. Причем человек, мужчина в этой семье позиционирует себя как технически подкованный, то есть образованный человек, человек, разбирающийся в технике. Задаю вопрос. При каких условиях образуется конденсат? Правильно, в момент охлаждения. Чтобы кондиционер сушил воздух, кондиционер воздух должен охлаждать. А так как на улице сейчас из-за дождей, когда солнце не выглядывает, не так, чтобы сильно жарко, там температура сколько? 25, да? То, чтобы кондиционер сушил воздух, надо, во-первых, плотно-приплотно закрыть все окна двери без щелочек, не устраивать никакие сквозняки. И необходимо организовать ситуацию, при которой кондиционер будет охлаждать воздух, то есть внешне вот это, то, что у меня там с той стороны находится. Если у меня, допустим, будет работать только вот эта часть кондиционера, она мне абсолютно ничем не поможет. Это будет кондиционер просто гонять влажный воздух внутри квартиры. Чтобы кондиционер начал охлаждать, осушать воздух, должна начать работать вот эта часть кондиционера. Видите? Вот эта вот. А она включается при условии, что воздух охлаждается. То есть температура, до которой вы собираетесь охлаждать воздух, то есть, допустим, на улице 25 у вас работает кондиционер, у вас в комнате 24. Если на кондиционере стоит 24, то осушение воздуха будет прекращено. Соответственно, вам нужно ставить кондиционер на температуру 23 градуса. То есть, чтобы кондиционер осушал воздух, необходимо, чтобы он охлаждал воздух. Поэтому у меня работает сначала кондиционер, охлаждает воздух, потом я его выключаю, включаю плитку, нагреваю воздух, потом выключаю плитку и снова включаю кондиционер. И в результате этого мне не приходится понижать температуру в квартире до 18 градусов. А в прошлом сезоне дождей, когда плитки у меня не было, если на улице было 26, я охлаждала воздух в квартире до 22. Если на улице было 24, я охлаждала воздух в квартире до 22, потом выключала кондиционер, ждала, когда нагреется воздух, не открывая окна и двери. Опять же, если особо грамотные технари устраивают проветривание, то кондиционер вам осушить ничего не сможет. Кондиционер можно использовать в ситуации, когда у вас все наглухо закрыто. Вот сейчас я открывала двери, окна, снимала вам дождик, который, слава богу, прекратился. А вот сейчас я снова включаю кондиционер, так как у меня снаружи попал влажный воздух, и постоянно приходится подсушивать воздух. Постоянно включаю кондиционер, охлаждаю воздух, выключаю кондиционер, нагреваю воздух. Можно ждать, пока сам нагреется, можно нагреть плиткой. И тогда у вас будет сухо. Но это для особо талантливых, для особо одаренных, тех, кто не в курсе, каким образом с помощью кондиционера осушить воздух. Технически одаренным жителям Гуа. Пока-пока-пока.